Сподвижники пророка Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям, самые преданные мусульмане в истории ислама, любящие посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, больше, чем себя и весь этот мир, жертвующие собой, готовые биться до последней капли крови ради распространения слова Аллаха. Узнавая их жизни, мы все больше влюбляемся в ислам. Мы плачем, мы улыбаемся, мы хотим быть хотя бы чуть-чуть похожими на этих прекрасных, сильных духом, мужчин и женщинах, которые были рядом с пророком, саляллаху алейхи вассалям, в самые трудные времена. Это то, что должен знать каждый мусульманин, и мы поделимся этими прекрасными историями с вами. Среди первых проповедников истории ислама меканский юноша Мусаб ибн Умайр прибыл в Ясре, Медину. Он остановился в доме одного из вождей племени Аль-Хазрадж, Асада ибн Зурары. Сделав дом Асада центром исламского призыва, Мусаб начал призывать людей к Аллаху, рассказывая о его пророке Мухаммаде, саляллаху алейхи вассалям. Постепенно все большее число жителей Ясриба начали посещать собрание молодого проповедника, Мусаба ибн Умайра. Однажды Асад ибн Зурара со своим гостем, проповедником Мусаба ибн Умайра, вышли, чтобы вместе встретить группу из рода Бану Абдул-Ашхал и предложить им принять исламскую веру. Мусаб начал беседовать с этими людьми, призывая их к исламу. Один человек сообщил Усайду ибн Аль-Худайру и Сааду ибн Муазу, вождям племени Аляус, что мекканский проповедник объявился поблизости. Саад ибн Муаз указал Усайду ибн Аль-Худайру, «Послушай, Усайд, отправляйся к этому мекканскому юноше, который пришел к нам, чтобы сладкими речами вовлечь слабых людей в ислам и опорочить наших богов». Взяв свое копье, Усайд направился к нему. Остановившись перед людьми, Усайд ибн Аль-Худайр обратился к Мусабу, его спутнику. «Что привело вас сюда? И почему соблазняете наших слабых людей? Уходите отсюда, если ваши жизни вам так дороги!» Своим озаренным светом веры лицом Мусаб повернулся к Усайду и обратился к нему своим искренним и чарующим голосом. «О, ваш своего племени! А может быть, в другом для тебя будет больше добра!» «Это в чем же?» спросил Усайд. «Присядь с нами и послушай нас. Если тебе понравится то, что мы скажем, то ты примешь это. Если же тебе не понравятся наши слова, то можешь прогнать нас, и мы больше не вернемся к вам», ответил Мусаб. «Ты прав», – сказал Усайд. Воткнув копье в землю, он уселся рядом. Мусаб подошел к нему и начал рассказывать об истине ислама, подкрепляя свою речь аятами из Корана. Суровые черты Усайда начали разглаживаться. И с просветленным лицом он воскликнул. «Как же прекрасно то, что ты говоришь, и как же великолепно то, что ты читаешь. Что же вы делаете, когда хотите принять ислам?» Мусаб ответил ему. «Ты должен совершить омовение, почистить свою одежду и засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – его посланник». Усайд, подойдя к источнику, совершил омовение его водой. Засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, его раб и его посланник, а затем совершил намаз в два раката. Таким образом, в ряды сторонников ислама вступил один из выдающихся арабских витязей и один из авторитетнейших вождей племени Аль-Аус. Усайд Ибан Аль-Худайр очень полюбил Коран и привязался к нему. Это произошло именно после того, как он впервые услышал его из уст Мусаба Ибан Умайра. Он устремился к Корану, подобно тому, как истомленный жаждой человек преподает к источнику живительной влаги, чтобы утолить ее знойный день. Коран стал его основным интересом и устремлением. С тех пор его можно было увидеть или в рядах славных воинов, совершающих походы в войне, во время борьбы во имя Аллах или же самозапенно читающим книгу Аллах. Усайд обладал нежным мелодичным голосом, имел четкую дикцию и был прекрасным чтецом. Особенно приятно ему было читать Коран во мраке ночи и тишине, когда сон закрывает веки людей и души очищаются. Благородные сподвижники всегда очень ждали того времени, когда Усайд начнет читать Коран. И все устремлялись слушать его чтение. Небожители наслаждались чтением Усайда точно так же, как и жители Земли. Как-то глубокую ночь Усайд Ибн Аль-Худайр сидел на лужайке за своим домом. Его сын Яхья спал с ним рядом, а его конь был привязан неподалеку. Ночь была тихой и спокойной, а небо чистым и прозрачным. Своим мягким, мерцающим светом звезды освещали Землю, ласково взирая на нее. Усайду Ибн Аль-Худайру очень захотелось, чтобы эта благословенная обстановка украсилась чарующими звуками аятов из Корана. Своим нежным, мелодичным голосом он начал читать. Лив, лям, мим. Эта книга, нет сомнения, в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в тайны и соблюдают намаз, и жертвуют из того, чем мы их наделили, и которые веруют в то, что неспособлено тебе, и в то, что неспособлено до тебя. И в последней жизни они убеждены. Вдруг усайд услышал, как его конь стрепенулся и побежал по кругу, едва не оборвав повод. Усайд замолчал, его конь успокоился. Усайд продолжил. Они на прямом пути от их господа, и они достигшие успеха. Конь стрепенулся и побежал по кругу еще сильнее, пытаясь освободиться. Усайд замолчал. Конь успокоился. То же самое повторялось несколько раз. Как только усайд возобновлял чтение Корана, так тут же его конь возбуждался и начинал вырываться. Как только усайд замолкал, конь тут же успокаивался. Испугавшись, что конь может наступить на его сына Яхью, усайд подошел к нему, чтобы разбудить. В этот момент его взор случайно упал на небо, и он увидел необычайное облако, похожее на зонтик, и великолепность и небывалой красоте. По сторонам облака находились источники света, похожие на светильники, ярко осветившие округу. Облако начало подниматься вверх, пока не скрылось в высоте. На следующее утро усайд отправился к посланнику Аллаха, салли Аллаху, алей вассалям, и рассказал ему все об увиденном ночью. Пророк же, салли Аллаху, алей вассалям, сказал ему, «Это ангелы слушали тебя, о усайд! Если бы ты продолжил чтение, их бы увидели все люди, и они скрылись».